Не только ознакомиться, но и высказать предложение в городском округе Щёлково. Уже неделю проходит публичное слушание по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки округа. Оба документа нацелены на устойчивое экономическое развитие территории, привлечение инвестиций и на сохранение окружающей среды, а также объектов культурного наследия на период до 2038 года. В этой работе архитекторы просто обязаны учесть интересы жителей и хозяйствующих субъектов, расположенных в городском округе, и Трубино в этом вопросе не исключение. В местном ДК с жителями встретились заказчики генплана. Основными утверждаемыми моментами являются границы населённых пунктов, функциональное замерывание и размещение или реконструкция объектов социального назначения, местного значения. Генплан спроектировал Институт градостроительства Московской области. В нём предусмотрены территории под развитие индивидуальной жилой застройки и общественной деловой зоны. На селе спроектированы территории под детский сад, реконструкцию водозаборного узла, инженерных сетей. Запланирован и автомобильный обход Трубино. Генплан указывает на её направление. Сейчас мы с вами обсуждаем, которая в обход Трубино. Она ещё пока только направление, не в государственной программе должна она быть. Правила землепользования и застройки описывает порядок предоставления земельных участков для тех или иных нужд и порядок получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Зоны многоквартирной жилой застройки и ЖС, общественно-деловые, рекреационные и зоны отдыха, прописаны с координатами, что даёт возможность после утверждения правил поставить участки на кадастровый учёт. Вот этот значок, это не крематория, а кладбище. Из первых уст жители узнали о проектировании кладбища в районе посёлка Литвиново, решение о создании которого будет принято после гидрологического изучения местности. Слухи о появлении поблизости к крематория не более чем домыслы. Все замечания участников слушаний, как того требует правила, занесли в протокол. По ним проектировщики составят заключение. Обсуждения проходят в городском округе до конца месяца, будут они и в Щёлкове. По плану 24 и 29 ноября. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.